здесь у меня происходит remodel кухни будут меняться все кабинеты убралась стенка будет открытое пространство вот здесь была еще дверь с холодильником то есть это все ушло и еще нужно убрать вот этот верхний выступ на потолке как во многих старых домах на кухне есть вот такой опущенный потолок что многим хозяевам естественно не нравится и они хотят его убрать вчера была предпринята попытка так сказать убрался кусок шитрака и обычным пылесосом я пытался высосать стекловату но это не очень хорошо работала пылесос забивался буквально за минуту за две становился полным и приходилось это все вытрушивать в гарпичный мешок и чистить сегодня я хочу сделать такой как он сепаратор сепарейтер для пыли для мусора то есть сначала будет пыль засасываться вот в этот контейнер с мешком а уже то что более легкая она будет дальше идти в этот пылесос то есть будет делаться и такая крышка с входом и выходом для труб берем любой имеющийся одну вторую 3 4 кусок фанеры теперь нам нужно вырезать просто кольцо которое встанет внутри этой бочки и 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 А вторая нам нужна для входа, что-то типа вот такого. Вот так вот две дырки. Обычная вот такая вот насадка к пылесосу с хом-типом. Да, у насадки вот этой есть одно такое маленькое, что у нее есть ступенечки. То есть она не плоская, а с небольшими такими выступами. Вот эти выступы нужно срезать. Кстати, такие насадки, они есть в хом-типо. Можно пойти и свободно купить. Без проблем. Без проблем. Какой-то пластмассовый хвостик, который мне совсем тут не нужен. Супер! Класс! То, что нужно. И туда пойдет. Хочешь, сюда вставляй. Хочешь, сюда вставляй. Ну, сюда мы будем вставлять шланг с пылесоса, который идет. А сюда будет засасываться вот этот весь гарбич. Стекловата, инсулейшн с чердака. Ну что, сейчас мы это все соединим до кучки. И можно будет начинать. Я купил на всякий случай такую вторую. У меня был план две таких поставить. Но, коль я нашел вот эту, которая у меня валяется без дела, зачем мне лишние 7-8 долларов выбрасывать на ветер. Здесь надо сделать какое-то ограничение в том месте, где будет захват идти в пылесос. По мере наполнения вот этого бака, естественно, уровень будет подниматься. И все, что вдувается, будет тут же захватываться и выдуваться. Ну, это так я думаю. Ну, как-то вот так оно будет. Так сказать, это черновой вариант. А как он будет работать, мы посмотрим и внесем какие-то, может быть, изменения. Вот такая вот вышла конструкция. На один час работы буквально. Зато, по идее, она должна работать. Ну, мы это сейчас все будем узнавать, экспериментировать, конечно. Берем обычный мешочек. То есть, этот мешок, он идеально подходит на 32 галлона бак. Там есть баки побольше, 50 галлонов, но вы его не натянете на вот этот ободок. Вот, он шире. Лак, орываем это дело. Я надеюсь, что его не надо ничем пристегивать вот здесь. Хотя я планировал тут такие крючки поделать. Но посмотрим, как оно будет работать без всяких этих крючков. Сюда у нас вход. Здесь две трубы. Одна и вторая. И потом уже моя основная труба, через которую я буду засасывать, она пойдет наверх вот сюда. Я думаю, все знают, что происходит на чердаке. Какая там, в старых домах особенно, какая стекловата. Ну, кто не знает, можно показать. Вот наш чердак. То, что я уже здесь открыл, высосал вчера, как мог. А вот эта часть. Вот такая вот стекловата. Ну, она не стекловата, возможно, но вата. Убирать ее вручную очень неудобно. Весьма и весьма пыльно. То есть, интереса и удовольствия мало ее убирать вручную. Сейчас посмотрим, как это все будет работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, стоит посмотреть, что же у нас происходит внутри этой бочки теперь. То мы видим, что она заполняется ватой. Так, ну и вот это отверстие, все-таки оно тоже как-то хочет забиваться. Этот треугольничек, но не настолько, как бы он забивался без вот этой защиты. Ну, посмотрим, что будет дальше, конечно. А вот это наш сам пылесос. Ну, в самом пылесосе, я так смотрю, тоже предостаточно мусора. Как не хотелось бы, но он тут есть. Пылесос, конечно, забивается, но не настолько сильно, как он забивался без вот той бочки. Все-таки бочка очень сильно помогает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА